В последней серии 39-летний российский гангстер Дмитрий Раскалов подставил Нику Беллика, заманив его в ловушку мистера Болгарина. Дмитрий и Болгарин сбежали и оставили нас на произвол судьбы, оставили нас на перестрелке с людьми Болгарина. Мы тогда едва уцелели. Дмитрий сжёг нашу квартиру. Кроме того, таксопарк Романа. Началась Великая война с русской мафией. Нику и Роману пришлось где-нибудь скрыться от Дмитрия и Болгарина подальше. И мы приехали в небольшую квартирку в Бахане. Вот мы и встречаем нашу новую жизнь. Опять! Ну, не так уж и плохо. В смысле, я, конечно, не думаю, что мы будем очаровывать девушу, хотя мы идут в гнёздышко. Но думаю, покатит. Да, прекрасно. Да ладно, что не так-то? Что не так? Что не так? С чего мне начать? Ладно, начнём с тебя. Что с тобой не так? 15 минут назад ты трясся от страха, не зная, что происходит. Теперь же узнав, что мы по уши дерьменно собираются убить, ты чем-то недоволен? Да, наверное, я оптимист. Ты идиот, а не оптимист. Ладно, всё равно в брокере мне было скучно. Я рад, что ты объявился и вытянил на русский, взял мой дом и мое дело. Агда, спасибо, Нико. Пламенная мерси. Так лучше. Гораздо. Слава богу, вы живы. Оба. Мы в полной заднице, мы намели в бегах. Но ничего, Нико, я местная. Я знаю кучу людей, которые могли бы нам помочь. Почему вы теперь потом не встретите со мной? В культовом центре. Мне нужно идти работать. Пока, папочка. И, кстати, прими-ка душ. От тебя пахнет... Ээээ... Мужиком. Что значит мужиком? Ну, я не понимаю. Су, что ж, пожалуй, начнём всё сначала. Конечно. Я пошёл. Йоу, дорогие друзья. Это канал Максим Мадзе и ГТА 4. Начинаем второй сезон. Итак, у нас на карте появилась отметка Мэнни, и мы отправимся туда. Так, мы уехали из Хоу-Бича в Бахан. И начинаем всё с чистого листа. Давайте. Что же. Поедем туда. Туда идти далеко нет. Нет, недалеко. Можно и пешком, конечно, не бежать, в принципе-то. Ну, что-то... Вы видите, какие-то задания, где я машину могу потерять. А я что-то не хочу терять подмашину вообще. Но я вам обещаю, она нам понадобится. Да, нам точно понадобится. Вон оно, чувак. Мы должны обязательно и хорошо заснять. Скажи тоже, покажи мне. Нет. Ладно, только убедись, что я вижу. Да ладно, мы не должны тебе показывать. Просто смотри на меня, ну стой там. Очень круто, очень круто. Так, поехали, хорошо, хорошо. Ты готов? Давай, пожалуйста, перейди сюда. Вот так, вот так. Посмотри на меня, 5, 6, 7, 8. Хорошо, хорошо. Я хочу увидеть, как ты работаешь. Вот так. Хорошо, хорошо, отлично. Все круто, круто. Ты отлично выглядишь, и я похож на Гея. Не, не, ты что? Ладно, тогда поехали. Ты смотри, чувак, это же улица, люди должны почувствовать напряжение. Что вы все серьезно, понимаешь, о чем я? Да, они должны почувствовать напряжение. О, привет, Нико. Это твой юродный брат моего парня, Нико, я тебе о нем рассказывал. Ну, парни, который лишился дома работы, чьи голову назначили цену. Довольно неплохо. Обожаю его, активность. В общем, Нико, это мы, мы вместе росли. Как сам, чувак, улица, брата. Привет. Нет, ты тот парень с тех, наверное, у воротных в руки. Да, супер, слушай, милый, ты не собоишься, ни у него места. Пожалуйста. Хорошо, эти улицы никого не щадят, да? Узнаешь, где тем нужно, наверное, бежать. Ну, знаешь, не совсем. Ну, знаешь, иногда нужно сделать дизор, чтобы разбить кому-то, как вы нещет, как предполучено. Ну, понимаешь, нужно очистить их. Повернись, чувак, вот так. Мэнни и Скойла читают рэп с прохожими. О том, как нужно очистить бахами. Выключи, так выключи. Боготип, ты сейчас... Пожалуйста, что ты делаешь, это моя камера. Мэнни. Извини. Так, ладно, спасибо, на сегодня достаточно. Большое спасибо на сегодня, большое спасибо. Что ты делаешь? А что ты говоришь? Мы собираемся выкинуть с этих улицах гиммеров, и я хочу, чтобы... Не втыкай меня в камеру, это мое доказательство. Слушай, брат, ты поможешь мне, пожалуйста? Слушай, у меня есть деньги. Для тебя. Ну, тогда помощь тебе обеспечена. Прекрасно. Что там с камерой? Да не очень, не очень, не очень. Ты можешь нас снимать, ладно. Нам нужно задрать задницу, идем, Гилем, и выкинуть их с улиц. Как быстрее. Если мы хотим очистить улицы, нам нужна тачка. Тачка? Тут мотоцикл стоит. Хотя лучше, конечно, иметь тачку. Какую же выбрать, эту или эту? Давайте эту. Последнее, что я слышал, тут мы уже видели в большом бульваре. Поехали, посмотрим. Так, ты с Мэлори близки. Она ведь сейчас встречается с твоим братом. Я обожаю эту девчонку, я просто обожаю. Надеюсь, если брак не станет, то улетит ей голова. Он собирается сделать ей предложение, верно? Поступит к ней, как в порядочный человек. Я думаю, от Мэлори это зависит от Мэлори, чем от Романа. Не знаю, достаточно ли он подрослел, чтобы стать хорошим Мэлорием. Я не думаю, что вы с Мэлори настолько близки. Вот, черт чувак, мы не близок с каждым. Вон там, Гиллеры. Так, нужно соблюдать дистанцию и ехать. Нужно его преследовать, но... Не подъезжай слишком близко, иначе он нас заметит. Это мои люди, понимаешь? Ну, разумеется. Сегодня, кстати, в школе я сдавал экзамен. Устный экзамен, устное собеседование. Зачет получил. Остановился. Там красный горит. Знаешь, чувак, ты милый, я буквально чувствую, как они текут у меня по венам. Походу, там не только в венах у тебя, улицы. Я не притрагивался к этому дерьму несколько лет. Ты вообще с кем разговариваешь? Я чист, как стеклышко. Ой, прости. Ты никогда не думал о том, чтобы снять на телевидении? Знаешь, помогу мне с реальными. Нико Белик, уличная правосудия. Это не мой формат. Просто подожди, пока не увидишь свое лицо. Да, я всегда хотел быть знаменитым идук. Буду читать, подъеду слишком близко на меня. Кстати, возможно, сериал будет состоять по GTA 4. Ну, вот прохождение, наверное, с 4 или с 5 сезонов. Но, возможно, будет 6 сезон, в котором будут прохождение дополнений GTA 4. Это пропащие и обреченные и баллада о гейтоне. Они тоже будут проходиться. Они в 4 раза меньше, чем оригинальные GTA 4 по прохождению. Но все равно там достаточно интересные задания. Кстати, я вчера еще попробовал на компьютер, на свой, GTA 1 поставить оригинальную. Она установилась, вот только она не хочет у меня нормально работать на новых системах. Тормозит, жутко, вообще просто. Мы обязательно посмотрим с вами GTA, но, наверное, на эмуляторе PlayStation, потому что на ПК она вообще не хочет нормально работать. Он в ДТП попал. Он, наверное, и не здесь дальше. Ну, шикарно вообще. Он не может ехать, потому что они там все застряли. Он все равно ехать не хочет. Господи, господи, что за дебилы на дорогах, а? Давай, едь быстрее. Как он меня вообще не заметил, когда я толкал эту машину, я не понимаю. Полицейские что-то, кстати, не обращают внимания на то, что я останавливаюсь на красный или нет. Им вообще по барабану, по-моему. Может быть, он тормозит. Думай за ним, в этот склад, и избавься от дилеров. Я думал, что ты собирался чистить. Послание, вот что важно. Толкел доставить не имеет значения. Я плачу тебе так. Стань моим голосом, я вернусь за Джейм. Да. Продолжение следует... 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 Играет музыка. я ваше оружие соберу наверно грозный волк на улице напротив места череда бодинской бойни о да вот как снято что да ладно ты хочешь выйти оттуда еще раз мы должны заснять все как надо хорошая мысль если хочешь я могу тебе ногой по морде съездить я могу делать сколько угодно пока не будет как надо ты выглядел отлично отлично давай сделаем это куда ты пошел стой жизни бессмысленные жертвы полиции вновь нет на месте посмотри на улицах помощи на улицах южного бахана все таки есть пойдем со мной но будь осторожен да так хорошо давайте еще раз направимся туда но нам пригодится такси у романа такси мы сейчас никак не закажем потому что весь таксопарк сгорел я поговорил с романом приезжай брат трое безбашенных крутых перцев liberty city должны собраться вместе что ж надо найти машину такси и отправиться туда только я что-то не вижу ни одной такси где такси о надо же дмитрий раскалов начал мне звонить предатель гребаный нико белик мы обыскали склад но не нашли там твоего трупа мы с мистером болгарином очень разочарованы дмитрий я честно на тебя работал почему ты меня предал нико разве в этой калахе можно выжить с такими друзьями как ты вспомни сколько у тебя врагов ты ограбил болгарина убил михаила ты не знаешь что такое честная работа ты прекрасно знаешь почему мне пришлось убить фаустин а я этого не хотел я найду тебя нико я прогнал тебя с твоим братом их с хоу бич я выкру тебя из любой нары где бы ты не спрятался пока нико дмитрий раскалов ах ты скотский предатель ну где такси господи ну надо же заняты стойте 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 дмитрий я до тебя доберусь дмитрий я до тебя доберусь пуль на весу бы тебе вставить прославился человек тем что подставляет всех своих друзей дмитрий привет чувак здорово парни пятьдесят девять шестьдесят эй врежь мне что давай врежь мне в и он не хочет выйти на свидание да с тобой окей ну хорошо кто она да в том числе дело это парень да пошел ты нахер не 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 чувак послушай двоюродный брат парня которого ты убил пламя украинцев должен мне кучу бабок так вот платить этот мудил они собираются а брюсси тебе надо остыть правда обалдеть жесть вообще он известный охотник известный охотник ты подумал обо мне нет он знает больше боюсь не согласился и я не соответствую твоей эндкези Так, дай-ка поглядеть. Так значит, я ранимый парень, который должен попасть в сильные мужские руки? Да. Ты что, издеваешься? Эй, Брюси, вообще-то я думал, что ты здесь прям... Ой, замолкни, в общем, слушай, Никит, ты мне нужен. Зато я отвалю тебе кучу бабок. Ладно. Уговорил. И, кстати, Роман. Ну ты... Обалдеть, он ударился башкой об стену, прям как... Прям как тот чувак, который сказал, естественно. Вот это снимите. Вот это снимите. Сломаешь же машину-то. Смотрю, какие-то бандиты, пистолеты у них, я не знаю, что там. Может, граната даже была. В синей форме? Нет. А, то есть первый раз водку пил. Естественно. Нам че, в интернет кафе ехать надо? Да. Задание для гомосеков в зале. Я не гомосек. Мы не гомосеки. У нас ипотеки. И не судите строго вы, пожалуйста, нас. Мы не гомосеки. У нас ипотеки. Их-то. У нас ипотеки. Ипотеки. так и в интернета то что дальше банка сай знакомств называется ловли заходи на уровне парень с которым тебе нужно пойти на свидание скрывается под ником том француз известно его с потрахами милбелик это же я в том француз чё у нас тут место брокер работа по тоскун ориентация гей гомосек ненавижу таких людей фигура горячий да ладно дорогуша обо мне узнаешь все сразу когда приедешь на свидание если я отвечу то тебе понравится можешь мне поверить но если ты какой-нибудь жирный ничтожный старикашка которому только бургер шот по карману знаешь что тогда там француз пожелает тебе всего хорошего обожаю деньги и накачанные мышцы люблю знаменитости и славу когда меня балуют подпевать мюзиклах всякие обычные вещи я часто слышал как люди толкуют про какую-то работу это не по мне врать не стану мне нужна свобода но поскольку выходить с тобой свет не просто может будешь платить мне за это ты не пожалеешь не люблю людей с материальными проблемами борцов за права толстяков эстетически неполноценных сколько в америке нищих жирных уродов словом ты все понял если хочешь встретиться со мной готовь ухоженную внешность и денежки да я конечно не гомосек как выйти да некоторое время значит понадобится да плохо дело плана через некоторое время до выполняем это задание а сейчас я предлагаю снова направиться к мне мне не не Стоп! Где? Мы идем в Сан-Квинт. Я пойду на дорогу. Это очень милый от тебя. Меня снимут. Опять Брюсси. Ники, надо серьезно поговорить. Хорошо, приятель. Вот мой совет. Если хочешь привести в порядок свое хозяйство, завязывай с уколами. Иначе я прямая дорога к имплантации. Братан, сколько раз ты повторяешь, за моим хозяйством все как надо. Я хочу поговорить о Романе, у него проблемы. Он слишком много играет в казино, в интернете, везде. Тебе нужно позаботиться о нем, брат. Роман уже взрослый. Он сам о себе позаботит за Брюсси. Он связался с серьезными парнями. Люди даже вроде меня подумают, ты больше чем с кем-то связался. А ведь я опасный чувак. Давай. Кондадим нам огромным шутбом. Мне кажется, что карты для него важнее, чем девки. Это не круто. Да, Брюсси. Разберемся мы с Эдим, пожалуй. Так, ладно, парни, я хочу сделать еще один с ним. Давайте сюда, офицер, встаньте. Поближе мне, ребята, встаньте поплотнее. Получай за классно. Еще чуть ближе. Ооо, спасибо, чудесно, чудесно превосходно. Вот так вот зашибись, что можно сказать. Надеюсь, ты будешь продолжать работу над улучшением общества. Эй, знаешь, я не такой уж плохой человек для окопа. Давай, чурак, ради улиц. Скажи свое слово. Эй, офицер Макрилли, это Нико, мой приятель. Ооо, рад познакомиться. Слышал, ты помогаешь этому парню в важной работе на благо города. Ооо, да нет, я так, турист. Слышал, Мэнни, не пора. Продолжайте делать, что должен. Спасибо, офицер. Да, знаешь, для меня очень важно, ты настоящий парень. Начинает работать с... В смысле, родом полиция, это слово ругали. У меня дела, ты так-то и отвали. Я имел в виду свою волну. Я уже несколько лет не читал рэп. Я был одним из тех парней, которые придумали это все. Я же голос улиц. Ладно, ладно. Да без разницы. Я хочу, чтобы ты оказал мне услугу. Мне нужна твоя помощь. И я хочу, чтобы ты кое-какие сволочи исчезли отсюда. Потому что я обещал мистеру Макрея очизить это место. И я это сделаю. Ладно, сколько их? Хватает их. Они шарятся по улицам между обохан и творят всякое дерьмо. Теперь они перешли на Виндмилл-стрит. Они не чтят законов улиц. Они сдадут тебе стрит. Сюда, чувак, ты в кадре? Вот я скажу тебе. У нас на улицах есть свои законы. Вот так вот. Мы живем по этим законам. Понимаешь? Да. Я вижу. Ух ты, какая тачка. У нее красивые колеса вообще просто. Ага, нельзя. И сюда нельзя. Ну что это за место такое, где нет каких этих? Ехать далеко? Да нет, недалеко совсем. Да что ж это такое? Так, это тот гараж, который мы взорвали. Из машины можно стрелять, если у вас есть подходящее оружие. Незаметно сейчас прямо расстреляю их всех. Давай, догоняй их быстрее. Ой, мое колесо. Сломано. Сейчас будет заносить. Да я мое, это же жесть полная. Это капец какой-то. Отвлекут и все, перестают работать. А они скрылись уже хрен знает где. Все, я нет. Это кошмар какой-то вообще полный, не дают ничего сделать. Ничего сделать. Я устраню твой уличный проблем. Теперь помоги мне вам. не уладить мои финансы у тебя на у меня один бизнес парень ну ничего это нормально деньги заставляют улице 5 я перезвоню тебе когда появится новая работенка береги себя наконец-то ладно давайте на этом закончим с вас лайкос и подписался а с меня эпичные видос подписывайтесь на запасный канал и группу вконтакте всем пока субтитры сделал DimaTorzok